Доброй ночи всем! Красавцам! Это канал Ютуб Приключения И это обсуждение второго похода в конструктор Он только что закончился Мы по горячим следам сейчас обсудим все происходящее Как жаль, что деда сожгли Ха-ха! К первому! Не сидись! Ой, можно же в чат теперь зайти Огромное спасибо игрокам И огромное спасибо Машке за то, что Маша вообще тащила Маша потрясающая Я получила невероятное удовольствие от Маши Я даже за вас не пригодилась Что ж Обсудим сегодняшний конструктор Давайте по традиции начнем с игроков Закончим мастером А потом поотвечаем на вопросы из чата Кто хочет начать? Пожалуйста Я хочу начать Мое главное впечатление от конструктора это Машу Маша прекрасный игрок Мне очень понравилось играть с Машей И смешно, и умно, и хорошо, и вообще Очень круто было Я еще в вашей предыстории офигела и заценила Вот, правда Главное впечатление от игры То, что с Машей очень классно играть И засматривалась на красивые глаза Желтенькие глазки такие Желтенькие? Мне тоже был момент, когда я говорила тут что-то Почему-то мне действительно так захотелось, чтобы Как будто бы у меня какая-то огромная семья есть за спиной И впереди я такая Боже мой, боже мой, что-то такое А я в середине этого самого, кстати, подумала Я не знаю, думала ли ты об этом, когда мы с тобой вчера придумывали Это, что нам же с первого курса С Машей нас спрашивали, что сестры ли мы Потому что считали, что мы похожи Вот И нигде, получается, только, ну, в Карлсоне, да, ты моя дочка А так нигде, получается, мы так и сестрами не были А вот и побыли И это, не знаю, мне кажется, это было очень клево вообще Забавно было мне в какой-то момент обнаружить Я взяла и ногу так поставила И Вера так же сидит А я в какой-то момент поймала нас на том, что мы с тобой одновременно Чашки пьем Мы, короче, соединились Нормально На сестринстве, да, у нас это Вот, вообще, мне очень понравилось Мне главное, мне понравилось, что мы дошли до комнаты, до белой Что мы все выиграли И что, главное, так оно вот в конце душевно получилось Что даже было и не загадать свое меркантильное желание Вот И так все как-то хорошо получилось Не знаю, мне очень понравилось И наш Очень весело рубить лестницу И наш ебанутый этот самый Мне тоже очень понравилось Ползание по стенам И даже этот наш затуп И наш вот это вот все Наш ор Это было как-то очень клево Самое крутое, это был перерыв после затупа Да После затупа Бусти, вас ждет невероятный ор Я думаю, что я помру Потому что есть противоречия Вообще, я вот прям убедился И пока сам играл И потом, когда сидел, смотрел В смысле, убедился в свое мнение О том, что конструктор Это не совсем NRE Потому что как игроку Внутри конструктора Намного меньше хочется отыгрывать персонажа Ну, типа, сталкиваются Прям две параллельные Когда они идут параллельно Еще можно как-то вывести Отыгрыш персонажа И отыгрыш Ну, типа, и разгадывание Как бы, ну, пробитие конструктора Вот Потому что на самом деле Реальные загадки Тем более, чем была карта Это было пиздец Как охуеть Это вообще Это очень круто Это очень погружает Это очень классно И конструктор И комнаты Настолько дают тебе вызов Как игроку Настолько дают тебе вызов Как игроку Что кайфа От Клевого отыгрыша Ну, типа, когда ты Проявляешь персонажа И как-то вот это Он немножко параллельный этому То есть два разных процесса совершенно Если, например, в ДНД У меня это сливается в одно То здесь Теннис Сент так происходит Особенно, когда рождается Сложный выбор между метагеймом Который приводит к смерти Ну, то есть Либо я сейчас думаю о том Как мне выгоднее сыграть Как игроку А это большая загадка Конструктор тоже большая Большой кубик Рубика Который мы как игроки Раскусываем Или я отыгрываю персонажа Проявляя сейчас его там Какие-то штуки Вот Мне кажется, что В конструкторе интереснее Заниматься метагеймом Ну, по сути дела Играть в него как в Я думаю, что здесь должно быть Меньше ролевки Вообще Как в формате Он Не настолько Тем более Когда добавились То есть Когда была прошлая версия Витруве Которая была такая Немножко Анархическая То Там это не так Было видно А сейчас добавились Состояния Добавилась математика И наглядная математика И конкретной Формировки способностей То есть Добавился Рулбук И такой Как бы Комплекс Очень точных Правил По которому Ты можешь легко Высчитать Что выгодно А что не выгодно Не как витруве Когда ты Кидаешь 100 кубиков И что там выпадет Здесь все Очень четко Понятно Что это выгодно И это сейчас Не выгодно И с такой Математической моделью Мне кстати Это я сейчас отдельно скажу Мне очень понравилась система Мне было очень классно Играть И я бы Состоятельно Повернул бы В ролевку Прямо По такой системе Потому что она Дает очень много Пищи для нее Но конструктор Мне кажется Сложно играть В ролевку Я вот иногда Из-за этого Чувствовал Некий дискомфорт Потому что Мне не хотелось Сейчас Отыгрывать Персонажа А хотелось Просто нормально Спокойно Метагемить И проходить Эти сложные комнаты Решать загадки Ты и так был Самой умной Так я Дело не то Что я самая умная Машинка Это же так понятно Что я самая умная Я жду пока Ты признаешь Что в улицах Все может быть Ну нет Вот Мне кажется Что Комнаты Вообще Конструктор Дико случайно Это же хуйня Понимаете По сути дела С того С какой комнаты Все начинается И в какие комнаты Пойдут персонажи Которые Ничем не могут Руководствоваться Кроме Названий Комнат От этого Будет зависеть Динамика Сцены Вообще Не рельсовый Поэтому Мне кажется Его невозможно Оценивать Как Серию Кина Это Другой формат Абсолютно Это именно Вот формат Гладиатских боев Игорьич Которые мы посмотрели И я когда Вот здесь был Со стороны Мне Я здесь Я тебя слушаю Все так всю игру Нет Я просто хотел Я шучу Я хотел показать Как раз Раз мы говорим Про конструктор Показать вам Карту похода Мы выбрали Самое Да Ну перемещалась Белая комната Еще Время рассказать Белая комната С самого начала Находилась в положении Которое вы видите Она была в одной комнате От вас Затем Зрители выбрали Направление Перемещения Которое Всю игру Сохранялось Вместе с вашим Одновременно с вашим Перемещением Любую комнату Она Шла на север Против часовой стрелки Двигалась И К моменту Когда вы оказались Это Кстати Те люди Которые утверждают Что я хоть что-то Могу здесь подвязать На самом деле Ошибаются Подвязать Я ничего Особенно не могу Могу сказать Что после Вот Последней комнаты В оранжерее Следующая комната Была бы смертельной Для персонажей Потому что Облучение радиации Было смертельное И помочь им Ничего не могло Если бы они выбрали Другую комнату Из двух То есть это случайность То что оказалась Белая комната Соседняя Да С нами Она просто Вы Условно говоря Вы перешли Вы Перешли В комнату Внешнего контура Внутреннего контура Ровно в тот момент Когда В этот же момент Туда прибыла Приехала За раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двадцать Тринадцать Переходов Белая комната Это абсолютное совпадение Там тебя обвиняют В том что ты Косикнул И что комната В этом момент Была в другом месте Что комната была на А3 А они перешли в А4 Поэтому тебе писали Что ты потасовал Нет Она не могла перейти Потому что Она перемещалась Из-за того Что был использован Обратный ключ Два раза Туда Обратный ключ Она перемещалась Каждый раз Поэтому Тут извините Ну Можете это проверить Но по крайней мере Я это отслеживал По карте Я не знаю Как это Могут меня поправить Конечно Отслеживали А вы как думаете Нет Я отслеживаю Как бы Белая комната Двигалась каждый раз Когда был переход В буферную зону Понятно Да Можем сейчас Прямо сейчас Посчитаю Вот прям при вас Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Осем Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Раз Два Три Четыре Пять Раз Два Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двадцать Тринадцать Тринадцать Движений Тринадцать Движений Сделали игроки Тринадцать Движений Сделала Белая комната Тут уж Извините Пороче Вот Это к тому, что я специально создавал конструктор, как геймдизайнер, как вещь, в которой невозможно был мастерский произвол. Абсолютно случайно. Чат очень радуется теперь. Да? Покажите. За секунду меня это настроение. Обожаю. Тут Маше передавали, что она крашиха. Там вообще... Пересчитайте. Взорвался чат радостной благодарности тебе. Какая ты прекрасная. И ждут во все игры тебя. Спасибо. Полностью согласна. Полностью поддерживаю. Вот. Прости, я тебя перебил. Я просто хотел показать, пока не закончилось обсуждение, показать вам карту похода, чтобы вы увидели, как вы шли. Вы прошли полностью. На самом деле, только нижний практически ярус. А я вот подтолкну тебя к тому, что ты говорил. Я не очень поняла, почему ты сказал, что инструктор по ветру вроде как не очень может работать, если потом говорил про ролевую составляющую, просто и отыгрывание. Потому что, на мой вкус, сталкиваются две математики. Сталкивается математика конструктора, которая, типа, у меня кипит в башке, и мне интересно с ней как бы работать. И сталкивается математика ролевой игры, как Скайрима. То есть, отыгрыша персонажа не ролевого, а в смысле кручения, верчения. То есть, я бы с удовольствием делал бы, может быть, даже по этой системе, ну, в смысле, по этой механике, делал бы персонажей, которые максимально, типа, помогают мне пройти конструктор. То есть, если бы я больше всего времени был бы занят прохождением конструктора, я на самом деле, во-первых, я уверен, что это давало бы свою часть ролевки. Свою часть ролевки. Если вы поднимаете, о чем я, это давало бы свою часть ролевки, потому что между игроками в любом случае происходит отношение, и происходят динамики подъема вверх-вниз, кубик бросается на помеху ужасно. Все это рождает свои приколюхи. Именно ролевая игра как социалка, мне кажется, в конструкторе плохо работает. Потому что для социалки мало места. Он настолько безумный, когда в первой комнате тебе отрубают руку, там социалка, по сути дела, если нормально играть ролевку, социалка заканчивается. И значит, будет спойлерный палец, спойлерный палец, спойлерный палец, спойлерный палец, да, все к компании. Спойлерный палец компании, заткните уши. Какой эпизод, скажи просто, чтобы... В 12-м, по-моему, или в 12-м. Перемотайте, если вы еще не смотрели. Да. Где публио отрезали язык. Вот когда мы сидели после ведьм, как бы... То есть, такие там... Социальный отыгрыш, потери конечности, это хуите, хуите, какая мощная история. Она останавливает все это. Это не два часа. Либо там должна быть... То есть, градус пиздеца совершенно неконтролируем в конструкторе. Ни игроком, ни мастером. Он намеренно сделал так, чтобы это неконтролируемо. Поэтому мне кажется, что в чистую, как бы... То есть, большой социалки в конструкторе не получится. Это невозможно... Это возможно, наверное. Но это должна быть большая удача, чтобы не возникали такие вот странные вещи, как у меня сдох дед, и мы просто таскаем уже с тобой по всей комнате. Что-то не это играть. Как, как, ну как... Я пиздец... Я чувствовал, что я пиздоболю в каждом действии. Пока мне транквилизатор не вкололи, с отрезанной рукой, отрезанной ногой, с раскрошенным лицом. Ну ладно. В прошлый раз вы изображали, что вы глухие. Да, да. Так я говорю то же самое. Мне кажется, что вообще, да, что принцип такой вот пилорамы... Там социалки будет мало, и я думаю, что в неё не надо упарываться. Мне так кажется. Я согласен о том, что... Соглашусь о том, что здесь спорят. То есть, когда игроки проходят конструктор, они мыслят, как игроки по большей части, в принципе. На самом деле, сегодня было так. Сегодня была начальная крутая ролевая 40 минут ролевых таких тип погружения. Потом было 5 часов дикого игры, мессива, лютого метагейма, абсолютно метагейма, переходящего все границы дозволенного в этом мире метагейма. Ничего не знаю. Я не метагейм, вообще. Нет, кстати, как раз вот что касается Андрея, тут чисто. Андрей никогда, ни разу себе не позвал. Нигде. Это не смысле не в обиду другим игрокам. Имеется в виду, что... Я ничего не поняла. Мне просто смешно, как ты это говоришь. Сам формат к этому подталкивает очень сильно. И я это вижу, у меня к этому нет претензий. Система Витруи была придумана для того, чтобы мастер побеждал метагейм игроков, на самом деле. Для этого я выдавал мысли о заблуждении, другого просто понятна, что это очень сложно отыгрывать. И нет еще привычки этой. По сути, как? Вот Лиана получила в комнате с киборгом, где вот была заблуждение, мысль о том, что... Вопрос, как это работает. Я скована, и я не могу ничего делать. Я не могу принять никакого решения. То есть, я там ничего не делала, потому что я деда своего. Киборг, не киборг, я не пойду против этого. Это самая, типа, вот семья. Пойти против семьи, это самое у меня важное. То есть, я пнула его, и вот единственное, что там не было расчета на то, что он в таком плохом состоянии, как бы. То, о чем я не подумала. Но то, что меня заблуждение о том, киборг он или нет, должно подтолкнуть к тому, что я выстрелю тогда в этого. Нет. Я, как бы, жду, давайте, вы можете принять решение. Я этого не сделаю никогда. То есть, оно меня сковывает, оно может уничтожить меня при этом. То есть, я вот в этой растерянности потеряю все, но... Здесь есть поправка. Я просто вижу, как у вас у всех игроков, ребята, я со стороны вижу, как у вас у игроков происходит процесс. Определенный. Очень конкретно это видно со стороны. Как происходит процесс, блядь, нет, я знаю, что это не так. Нет, я знаю, что это не так. И вы, как бы, снова, вы, как бы, в этот момент вы, на самом деле, не создаете интересную историю. Типа, не стремитесь... Потому что, на самом деле, если вот говорить, вот, условно, я был бы режиссером этой сцены или был бы рассказчик. Конечно, на самом деле, как мне кажется, в этой сцене дед бы погиб от выстрела внучки. Скорее всего. Мне так кажется. А тут, мне кажется, не в метагеме дело. Дай это говорить. Дело в нашей хорошести и благостности. Мы не согласны на плохие исходы, где наши персонажи становятся говнюками и мы придаем идее. Мы не готовы ради мечты предавать свои идеи. Диана на 100% поняла, что фигура, которая к ней двигалась, была моим клоном. Она же в нее выстрелила. Это как бы вот такая же как бы тема. Метагейм как раз мне бы тут мог помочь в том смысле, что я избавлюсь от деда, там, допустим, да, мне не нужно будет таскать там еще что-то. Если метагейм как игрока к тому, чтобы стремиться там быстрее проходить или что-то, а это же от персонажа, то, что типа я не могу на это пойти. Но тем не менее, я со всем этим согласен. Я прошу, что там были причины, но тем не менее. Сейчас я могу, мне кажется, я могу сделать просто более мягкую формировку, это не совсем это гейм. Эта штука в том, что в комнате возникло вот как раз в комнате было очень явно видно, как удовольствие от игры персонажа. Потому что на самом деле, я могу сказать так, честно говоря, даже я вот не снислялась с гоши, если был бы режиссер, он как раз таки не делал бы в этой сцене убийство деда выстрелом. Потому что, во-первых, это рана. То есть, дед погиб сам и нормально погиб. Захуенно все. Я доволен. Это в первую очередь тебе снесли половину лица. Это не рана? Нет, режиссер вообще бы не ставил там никаких пулеметов. Нет, в смысле, если бы, ну, представляешь, что сцена делается. Либо это режиссер Игры престолов, что тоже классно. Мне кажется, там вот как раз таки сталкиваются два вот этих процесса. С одной стороны, тебе сейчас нужно отыгрывать, больше всего отыгрывать проблему персонажа. А с другой стороны, проблема разгадывания загадки, она все равно остается очень важной. Я думаю, что здесь это не совсем, типа, когда игрок не хочет, когда игрок знает и типа метагеймит. Это скорее такой поиск оправдания. вот я могу сказать так, у меня все время... Формуровка слишком жесткая у меня. У меня все время так происходит, я иногда так имею в компании, когда я, понимая, какой выход наиболее мне больше нравится как игроку из ситуации, я начинаю оправдывать, почему мой персонаж... Да, именно вот об этом я говорю. Да, да, да. Но это, опять же, я хочу подчеркнуть просто, ситуации, которые возникают, их вынуждает на самом само устройство конструктора, которое не дает глубоко погрузиться в персонажа и все равно выныривает на угар и интерес именно прохождения этого как игры. Мне просто кажется, что такие вещи, как с дедом, надо как-то придумывать чуть по-другому, потому что у меня просто кипел мозг о том, как сделать сейчас так, чтобы реально понять, кто из них как бы кто. И я придумывала все варианты и такой, и сякой, и десятый, и сорок пятый. По итогу твой вариант и тебе помог. Да, понятно, но... Но просто мне... Просто как бы очень сложно, очень сложно в этот момент соединить как бы то, что время идет и то, что нужно как бы решать и как бы это было бы в жизни. обстоятельства конструктора слишком острые для подобных. просто я бы это придумывала бы каким-то образом, например, что здесь все не могут говорить. Тогда это бы избавило от того, что ты говоришь за одного, а Андрей за другого. И мы понимаем, что тот, который ты, это значит не он. Вот если бы мы все не могли говорить, тогда типа просто описывается и описывается каким-то образом. да, смотри, это сразу убирает игру персонажа и рождает вам, как игрокам, загадку, когда вы действительно не понимаете, какой из них какой. дело не в том, чтобы родить загадку, а дело в том, чтобы уйти от того, что типа ты вместо того, чтобы играть, думаешь 40 минут о том, как сейчас геймить. на самом деле игромеханически эта комната проходила с проверкой. Проверки на понимание, кто из них истинный, были провалены. На самом деле, они все были провалены. Я просто в ситуации, когда... Я имею в виду здесь. Когда ты говоришь, а потом ты говоришь, ну Андрей, а теперь вот твоя, что делаешь ты? Нам как вот Диане, Маше, Вере, нам понятно, что вот настоящий Хуан, который действует, но мы вынуждены делать вид, что мы не понимаем. Это сложно. Да, это начинается ладо. Так же, как играть глухим, который... Да, я понимаю. Что? Что сейчас сказал конструктор? Ты забываешь про то, что ты глухой там и вообще... Да, я это понимаю. Я согласен, что в этом смысле конструктор дает как бы... И мне как мастер пищи для размышлений, как как бы... Что есть условно для меня в каждом и в том конструкторе и в этом есть... Были комнаты, которые для меня были выигрышем, были комнаты, которые были прогрошем, были, которые я понимаю, как их, например, изменить в лучшую сторону. Я понимаю, с тобой все вопросы тоже говорит Андрюха, я буду над этим еще работать и думать... Сейчас тестировалась базовая версия Витруя, у нее тоже есть свои плюсы и минусы, я их сегодня увидел, заметил, посмотрел на это. Мне кажется, очень жесткие помехи. Какие помехи? Сильные сигналы сегодня? Нет, помехи. А, помехи. Просто на самом деле... Опять? Да, только в другую сторону. Сейчас. Точно видел один кубик, блядь, с двумя белыми. Да, я его видел. Ты видел его, да? Да. Мразь какая-то была. Вот. Например, я сегодня несколько раз кидал кубик с двумя белыми точками. Я тебе сказала бы. А я просто в виде завтыкал, я сейчас как-то проверить, что там не все такие. Вот. Очень жесткие помехи. Я думаю, мне кажется, что последнее... Вообще, мне кажется, что нужно сокращать количество от состояний. Либо делить на разные... Это я уже к системе говорю. Либо делить на разные травмы. Потому что пять помех это очень высокий шанс на провал. Просто как... Это капец какой высокий. Так это и задумано. На самом деле, просто суть задумок с состоянием помеха в том, что игроки будут с ними бороться. Условно говоря, как это работает? Я испытываю страх, я убеждаю себя, например, пытаюсь себя перебороть. Состояние Витрувии это провокация игроку на способ игры. Пока что это... То есть, так как это новое... Знаете, если мы вспомнили, как мы играли первый раз ДНД, это как бы ДНД не было назвать. И это тоже еще не Витрувий. Это тест Витрувия. Есть определенная идея моя о том, как в это нужно играть. И, конечно, вот так вот с бухты барахты это... Не взять. Но посмотрим, как это будет развиваться. Идея с помехами она именно такая есть. Они должны быть... должны быть жестче, жестче. Тут что-то вот спорит, как будто бы в других играх у нас были какие-то такие моменты, где нужно было принимать то, что не от себя идет, так как условия мастера. Там в том же Верхосоветские, по-моему, такое было. А здесь это как будто бы ударяется о желании разгадать загадку, типа пройти дальше. И вот оно как-то так типа... Не все комнаты в конструкторе проходятся загадкой. То есть, разгадкой или пониманием чего-то. Некоторые комнаты они проходятся просто проверками. Проверки проваливаются, комната проходится либо проходит... Не проходится либо проходится с большими потерями. Вот. То есть, это действительно здесь проверки влияют, как влияют и навыки. Оказались вы с вашими навыками подходящие вам комнате, вам повезло. Не повезло, жопа. Вы оказываетесь в сложной ситуации. Как, например, у вас вышла стеклянная башня. Это сложная ситуация. И конструкторы созданы для того, чтобы игроки оказывались в сложных ситуациях. Он специально так придуман. Здесь это очень большое такое казино. Правильно, Антон? Правильно называют? Мне кажется, что если оставить такие помехи, конструктор должен быть проще. Я так думаю. Что на самом деле степень отрывания жопы должна быть меньше. А что там происходит? Извините, пожалуйста, у нас в стрим еще идет, а вы в голос разговариваете. Тишина. Поэтому мы там сейчас директора будем любить. Привет, директор. Прошу. Ну все, разнесем. Мне кажется, что, условно говоря, комната с лазерами, где реально тебе при плохой проверке отрывает часть тела, и это не одна проверка, а скорее всего ты будешь совершать их 3-4, это почти, это багровая комната, это ближе к черной комнате. Комната с... Один нюанс есть. Очень сильно... У очень многих комнат есть фактор того, в какой момент игры вы в них попали. И какие предметы у вас с собой есть. Поймите, это очень-очень важно. Одна из одному конструктору, я просто объясню, в том, насколько зрители помогают и влияют на происходящее. Это тоже очень важно. Если бы мы попали туда с зонтиком, ну, возможно, можно пройти... К примеру, а если бы у вас было ружье кошка в этой комнате, вообще прошло, ни одной конечности бы не потеряли. Я серьезно говорю. Часть... Мои идеи, часть прохождения конструктора, это игроки проходят конструктор вместе со зрителями. Насколько зрители правильно подгадывают и выбирают нужные предметы, подгадывают и выбирают правильные голосования, это тоже... Сусловно говоря, проигрывают игроки в конструкторе, проигрывают еще и зрители. То есть они как бы причастны к этому. Как выиграешь, так и проиграешь. Ну, может, они хотят, чтобы мы проиграли. Перед комнатой же... Значит, они выигрывают. Да, значит, они выигрывают. Почему они проигрывают? Может, они наоборот хотят, чтобы мы проиграли и как бы дальше... Да, возможно. В любом случае, это общий... Очень возможно. Это как бы общий... Это общий... Это общий геймплей. И можно попасть в черную комнату и пройти ее вот так. Можно попасть в зеленую и застрять там очень плотно, как мы знаем по прошлому. Понимаете? Так что... Вот. Тут все зрители спрашивают, как нам их работы в 50 на 50. Это потрясающе. Мы просто были шокированы, когда мы увидели это. Мы тут все заумилялись и вообще... Отвечая на вопрос, нет, конечно, я не голосовал. Что за... Откуда у вас такая идея, что я могу голосовать за что-то там? Такие чудесные нас зрители. Голосуют 50 на 50. Да, это очень круто. Это вообще... Сговариваются, чтобы вышло... Очень мило. Прелестно. Я чувствовала, я думаю, что-то долго тянется, что-то там, видимо, туда-сюда скачет там на один процентик. Очень, конечно, интересно это. Да, да. Андрей еще говорил интересную штуку после прошлого стрима, что в конструкторе наша будущая выгода для персонажей, когда как бы игра заканчивается уже и осуществляется их мечта, она не так пленительна, как вот в данный момент сделать все правильно для себя. Ну, по сути дела, я сегодня дедам сказал эту мысль, что в конструкторе как только попадаешь в конструктор, и нет, что ты хочешь в это выбраться. По херу, там, на самом деле, как игроку, абсолютно по херу на твою мечту. Ну, как бы, ты вспоминаешь потом о ней в конце, если я попал в белую комнату, видимо, не знаю, пока я все знаю. Но я думаю, что желание съебать и остаться при своих гораздо сильнее. Ну, как, например, Вера сделала. Но у них, у них получилось тематически. Если бы дед дошел бы до конца конструктора, то он бы сдох, честно. Друзья, я хочу потратить пару минут и сказать огромное спасибо, огромный респект архитекторам, которые поучаствовали в создании второго похода конструктора. И хотел бы назвать их, собственно, кто и что. Могу сказать так, сразу говорю. Мне пришло, я не стал об этом говорить вначале, потому что это заняло бы много времени. Количество зарегистрировавшихся архитекторов очень высоко оказалось. Этих людей очень много. А идей, которые они принесли, еще больше в 10 раз. То есть, как вы понимаете, мне для этого похода конструктора нужно было 16 комнат. Получил я больше 100 комнат. И мне нужно было отобрать что-то. Из того, что я отобрал, мне нужно было провести какую-то работу и подвести их по то, что мне больше нравится. Поэтому какие-то из комнат целиком ваши, какие-то своими модификациями, какие-то из комнат вдохновлены тем, что вы написали. Для тех, кто писал в чате про шахматную доску, у меня на почте лежит около 30 комнат, в которых одним из условий является шахматная доска или похожее устройство комнаты. Поэтому гениальные люди мысли одинаково. Но есть ли здесь какая-то ваша возможность? Есть и... Я тоже об этом думал. Вот. Посему. Могу сказать главных задач... Кому? Сейчас, я... Секундочку. Во-первых, хочу сказать отдельное спасибо Марии Обломовой. Это архитектор конструкта Юзовта Мария Обломова. Это человек, от которой вошло, насколько я понимаю, три комнаты. Комнаты. И, насколько я понимаю, не были никакие из них, ребята, никакие из них не попали. Но... Спасибо вам! Но это... Просто хочу сказать спасибо, потому что, Мария, чтобы вы знали, что ваши комнаты были. И их было целых три. Они будут? Огромное спасибо. Будут еще будут. Конструкторах. Огромное спасибо Verena and Architect за комнату с песочными часами. Огромное спасибо. Можешь сказать, как она работала? Все очень просто. Она так и работала. Без зонтика, как она работала. Она бы вас заполнила песком. Если бы она вас... Вы бы, скорее всего, несколько минут могли бы дышать. Там были бы проверки на дыхание, если так. Но... Вариантов... Вариантов ее развития было много. В том числе, варианты развития с фиолетовым ключом, оранжевым ключом и многие еще другие сотни вариантов, на самом деле, которые, я думаю, смекалистые зрители, основываясь на предметах, которые они отправляют игрокам, могут догадаться, какие возможные варианты были. Отдельное спасибо Varys'у V за комнату с андроидом. Эта комната была полностью придумана, нарисован план, прописана стратегия поведения андроида. Все нюансы, расположения, которые я воссоздал в комнате. Varys'у V спасибо огромное тебе. Я постарался максимально. Одна из основных идей Varys'а была в том, что андроид должен был подставлять одних под выстрелы других. Я пытался сделать это два раза, но как только появлялся человек с пистолетом, персонаж Вера убегал, делал ковырок в сторону. Поэтому спровоцировать на убийство горбатого из пистолета не удалось. Поэтому пришлось использовать одну из других способностей. Это имитация. Так, так, так. Как бы она убила меня? Как бы она убила меня? У андроида было абсолютно точное знание баллистики. И он специально, когда он выпрыгивал на Веру, он подставлялся ровно на линии с тобой. Он бы исчезал в этот момент. Он бы, да. Он был не боевой. Он не мог вас застрелить сам. Он не стрелял из пистолета. В этом была его фишка. Это не боевой андроид, который заставлял вас убить друг друга. Если бы вы стреляли, то он бы подставлялся так, чтобы если бы попадали друг в друга. В этом была главная идея. Причем мне так сильно понравилось. Кстати, вы понимаете, кто убил деда? Внучка. Отдельное спасибо. Спасибо огромное Карине Бычковой за комнату с жесткость воздушного моста, а именно за стеклянный... Мне кажется, можно высылать этому человеку пачку Орео, потому что Орео было... Как зовут человека этого? Карина Бычкова. Карина, я обожаю тебя и твою комнату. Спасибо тебе огромное. Возможно, это было не так, как ты себе представляла, но я тоже бы стал чуть иначе. Но знаешь, что болело? Карина Бычкова обязательно посмотрите бусте с этого конструктора, вы удивитесь тому, как вы разожгли наши сердца. Да. В хорошем смысле исключительно. Господа, не вспомните одинаковые сообщения в чат, пожалуйста. Если вы будете так делать, плавите под Банхаймер. Огромное спасибо Николаю Дацкевичу за комнату привлечения запаха пищи. Комната со зверем. Зрительство голосовали за вариант зверя. Ой, прикольно. Чудеса. То есть, Маша могла и не стать получившей. Да, там был еще лев, медведь и змея. Обалдетельно. Огромное спасибо Ивану Лукашову за комнату ожидания нашего возвращения. Это комната, где можно было бы связаться с внешним миром. Которые все отказались, но за идею и вообще за эту возможность это сделать очень крутой идеей. Спасибо. Если бы я играла за Ксиону, я бы и воспользовалась этой возможностью. Но тут со мной был Дед. Это Мария. Очень интересно про имитацию белой комнаты. Все спрашивают. И мне тоже очень интересно. Что имитация? Имитация белой комнаты. В чем прикол? Что это было? Это была имитация белой комнаты, это моя комната. Мне кажется, что это метагейммастера, который просто хотел обмануть игроков, а не персонажей. Почему? Он говорил, что это имитация. До того, как сказал, зажелкся белый свет. Имитация белой комнаты это просто в том, что эта комната белого цвета. Да. Вот она такая, да. Так, а в ней ничего не происходит? Это комната, которая имитирует белую комнату. Все, да? Да, да. Это все, это вся ее суть. Он еще не сказал, что это имитация? Можно было бы закидать его так, но он сразу сказал. Это имитация. А я не закидывал. Я могу сказать, что когда эту комнату выбрали зрители, они ее сконструировали, поставили в это место, и она у них так и называлась, насколько я понимаю, имитация белой залы. Так она и называлась. У нее не было названия настоящего белого зала, была имитация белого зала. Я видел, как люди в чате такие, а давайте какую-нибудь интересную комнату? Да нет, я хочу посмотреть, что такое имитация белого зала. Так что вы что выбрали, то я получил. Я внимательно слежу за вашими вот этими вот, знаете, кто куда, вот. Сразу белый компас планировался в этой комнате заранее. Была ошибка на появление этого вопроса. Белая комната изначально задумал бы луной именно в этом месте, на шее у зверя. Такое должно было работать. И, кстати, не было бы у ребят мечи стража. Мечи щита. Мечи щита. Зонато щит. Зонато щит. Вообще все бы сложилось сначала по-другому. Еще отдельно могу сказать, сейчас я быстренько короткие. Друзья, я, возможно, мог забыть человека, не назвать, который... Да. Мой косяк. Мечи страж. Мечи страж. Я обязательно на следующем стриме обязательно конструктор об этом скажу. Мечи страж это тоже предмет, который создал один из архитекторов. И генератор клона. Это предмет, который создал один из архитекторов. Я, к сожалению, сейчас потерял ваши никнеймы. Прошу прощения. Генератор клона тема. Жалко, что... Извините. Он мог... Я всех убила в этой комнате. Да, да, да. А вы, что там, крови хотели, не получили? Вон, клоун умер, детство тоже. Он мог заранее... Паук умер. Вот он тоже. Он мог заранее пригодиться. Могут сказать, что есть комнаты, которые генератор клона проходят вот так. Даже можно... Ну, понятно. Парочку так влетит сразу с ноги. Вот. Что я хочу сказать, друзья. Три карты. Три карты второго похода конструктора. Розыгрыш. Вот такие вот красивые, заламинированные. Где третья должна быть какого-то ламинации? А, вот она у меня. Три карты сейчас разыграются между боярами на нашем бусте. Вот они такие прекрасные. И, ребята, не могли бы поставить на них свои автографы. Эти карты полетят... Нужен перманентный вот этот марк. Да, он нужен перманентный. Вот черный у тебя перманентный? Коша. Вот этот? Я не знаю. Так там написано должно быть. Дай письмо. Ну, он же похуй. Ну, плохо. А, ему плохо. А, в любом случае мы оставим там эти автографы замечательные всех участников похода конструктора. И они отправляются одним из наших бояр. Сейчас я определю первого боярина. Это будет очень очень быстро. И номер... Это номер 53. Смотрим, кто это. Сейчас, сейчас. Ламинированная. Герметка. О! Тень кью. Тень кью, тень кью. Спасибо, невидимая рука, что ты дала. Рынка. А передайте, пожалуйста, карты, мы начнем расписываться. Сейчас. Луис БСХ. Ой. Луис БСХ. Получает первую карту второго похода конструктора. Знакомый. Пожалуйста, напиши на контакты магазина нашего. Пиши на контакты магазина и карта отправить сюда. Луис БСХ. Ты лучший. Лучшая. 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 Следующий боярин. Боярин, люблю вас. Номер 64. Кто это? А, кстати, самое интересное, бояры резко появились. Но, ну ладно. Что, включить вас, что ли, в список, что ли? Включай, конечно. Сейчас, погоди-ка. Посмотрим, кто это тут решил ухватить. Я даже не геник твой определю. Писал, что перешел. Атемпт. Атемпт. Это ты резко стал боярином. Ладно. Значит, 67. Ладно. Веду тебя сюда. Вот так вот. Прямо сейчас на виду бояринами выигрывайте. Придон. Придон. Поздравляем. Придон. Вот такой вот человек с e-mail. А вот не будем говорить каким. И к тебе отправляется еще одна карта конструктора. Поздравляем боярин. Здорово. Здорово. И 30 номер. Последняя. Последняя карта. Карта конструктора. Ёшки-матрешки. Кто там? Ты что ли? Это удивительная везучая Рика В. Вот. Который раз уже в конкурс Рика В получает карту второго похода конструктора. Достойно. Эти. А, вот я, кстати, тоже распишусь на них. Эти чудесные карты отправляются боярам, которые тоже на всю Ивановскую. Которые оказались счастливчиками. Вот. Стильно выглядит, кстати. Кайфово. Это прям вообще раритетище. Это от мастера отвешивает выбиранцы. Будет через 30 лет раритетище. Вот колпачок, пожалуйста, вверх закрой. Или кто-нибудь. Гоша, хочется сказать тебе спасибо, конечно же, за проделанную работу. Но. Нет. Вообще, на самом деле, приоткрою завесу тайны, но еще, когда мы приехали только в студию, уже увидели, что Гоша сошел с ума. Настолько это все большая, большая и очень объемная работа, требующая большой концентрации, большого внимания и, конечно же, любви твоей, которую ты в это вкладываешь. Это все чувствуется и с каждым разом вот уже вторым усовершенствуется и становится все круче. Спасибо тебе за это. Это было бы невозможно без прекрасной команды, которая помогает работать на конструкторах. Это Антон Фадин. Здравствуйте. Любимый, неподражаемый. Теперь ненавидят меня. Это Олечка Сметанник. Замечательная. Да, хорошенькая. Которая занимается опросами и ведет эту огромную махину, жутко сложную. И Настенька Тальбан, который помогал мне с материалами сегодня со всеми этими штуками по витрую. Огромное спасибо. Спасибо, правда. Спасибо, ребята, вам за то, что вы участвуете и в этой все вакханалии безумные, в этих странных помехах и ранениях. Надеюсь, вам было весело. Предлесит конструктор в том, что каждый рассвет, как он идет, ничего заранее не прописано, кроме ваших замечательств и предысторий. Хочу сказать огромное спасибо. я как мастер просто фанат ваш, потому что ваша предыстория, на чем, мне кажется, дитя крутая. Мой любимый момент из сегодняшней игры это и вы открываете комнату, комнату, И вы открываете комнату. Бегу. Вы открываете комнату. Какую? Бегу. Прекрасно. Причем, это было два раза на имитации сначала было, да? Мне не показалось, что там было? Нет. Вон, Оля кивает, что нет, ты говоришь, было. Нет, на меня имитация была неожиданность. Вот ты потому, что там чем-то своим занимался, я слышала там тоже белое. Нет, мне еще понравилось, когда комната закрывается, а потом комната закрывается. Я вообще конструктор сегодня был смешной. И зрителям спасибо большое. Ребята, зрителям огромное спасибо за ваше участие. Я знаю, что там огромное количество людей испытывают сильные эмоции как будто конструктор. Что ж, я очень рад этого. Вот, спасибо за вашу участие, спасибо, что вы приходите, спасибо, что вы поддерживаете канал вашими деньгами, это помогает нам развиваться, спасибо, что поддерживаете вашим вниманием, спасибо, что вообще вы есть, и благодаря тому, что вы есть, возможно, вся эта безумная вакханалия. Всем желаю удачи, спасибо моим игрокам и увидимся в ноябре на третьем походе конструктора. Что еще? Я, наверное, все, что хотел сказать, что забыл сказать еще, а потом скажу в жизни. Вот. Спасибо всем, кто болит за витру и помогает мне его развивать, и дает советы, фидбэки. Я знаю, что есть тестеры, которые будут сейчас тестить эту систему. Спасибо вам большое. Это альфа, и это, понимаете, да, альфа, бета, потом первый биосифик. Очень далеко, да. Это самое начало, но уже... Где-то на Эпсилоне сойдем. Еще два слова. Дорогие, уважаемые архитекторы, я огромная, огромную благодарность для вам, вам всем я выражаю, огромный респект. Я понимаю, что всем очень хочется видеть свою комнату в конструкторе. Я, к сожалению, видите, сейчас уже конструктор увеличился, он стал 7 на 7 уже. Возможно, когда-то он станет 100 на 100, и вот там-то мы все комнаты сразу Это очень тяжко. 100 на 100. Мы засядем на месяц. Вот, пока что, насколько я успеваю обрабатывать ваши заявки, работать с ними, какие-то комнаты могу сразу сказать, я прям, я смотрю на них и такой, нет, этого не будет, или не будет никогда, или, о, не-не, или, о, блин, вот это я доработаю, или, о, вот это я очень сильно переработаю. Прошу не судить строго, делаю, что могу, и от вас беру все самое лучшее, замечательное, все, что, как бы, будет здесь уместно, здорово и клево. В любом случае, спасибо вам за то, что вы делаете. Участвуйте обязательно в Грядк Тобере, рисуйте, а мы смотрим каждый день, каждый час и очень радуемся тому, какие молодцы все. Не знаю, я только на давню. Плюшевый Игдрес, ну, это же просто феерия какая-то добра была. Сейчас буду смотреть, что там про конструктор нарисовали. Ой, там очень классные рисунки. Друзья, я всех благодарю, уже поздно. Машенька, огромное тебе спасибо. Да, Маша. Аплодируем Машеньку. Маша! Маша, шикарный Дидик. В нашем проекте я бы очень был бороться, ты возвращалась еще. Я с удовольствием. Скажи Дидику, что ты его сделала. Я бы первая, что я бы сказала. Ну, не знаю, Дидик, если ты смотришь. Я бы сказал, как-то бы Дидик на Дидик дает, сам знаешь, что ли. Что? Плюс. Собственно говоря, сегодня ни разу не сыграло, так получилось, сегодня ни разу не сыграло. Основная тема конструктора, написанная Антоном Гручковым, поэтому на ней мы и закончим. А скажи, почему там была музыка боевая, в которой звучала бригада? Я один это слышал. Ты не один. Все, друзья, последние секунды обсуждения. спасибо вам огромное. На все вопросы ответы когда-нибудь будут. Очень вас любим. Оставайтесь с нами. Грядут приключения. Между нами Ди-Нди. Ты к нам тоже приходи. Ой, красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...